И надежду вселить, и любовь, и понять вашу боль. Эта песня мне была посвящена на мой юбилей моей подругой, которая поезла. Бомбежки города Волноваха разлучили Валентину с подругой и лишили ее дома. По словам нашей коллеги Анны Перевозчиковой, в квартиру женщины прилетел снаряд. Город мой, моя Волноваха, принесла нам с рассвета весну. Ну, только нам, конечно, рассветом весной Волноваха не принесла радость. Квартира у меня сгорела. Дожить до 74 лет и не думать о том, что теперь у тебя крова нет, не во что одеться, это самая страшная жизнь. Все время принимали больные, раненые, строжили, бандат, они причастны, рожают. По словам жителей, ВСУ превратили больницу в руины. Сейчас город под контролем российских военных. А это дом на Щербакова, где ВСУ две недели держали людей в подвале. Вот здесь, закрыл подваль, здесь стоял этот самый и стрелял. А нас загнал в подвал. Ну, мы зашли, посмотрели, как мы там в туалет ходили, как мы кушали. Если было что-то. Вас использовали как живойщик? Да. Анна Перевозчикова пообщалась с жителями, которые в спешке покидали свои дома. Вчера встретилась с двумя женщинами, они стоят шестые сутки. Живут в машинах, потому что в день продвигаются на 20-30 метров в ожидании, когда вот их пропустят через границу. Огромные очереди. На обочинах просто ряд машин, штук по 50. Я даже не успевала считать просто. Своими впечатлениями Анна продолжит делиться в ближайших выпусках. Валентина Аскерова, Анна Перевозчикова. День с толком.